В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Память о них живет в наших сердцах, в наших умах. Я надеюсь, что она будет жить в сердцах, в умах наших потомков. Неделя началась с Дня памяти и скорби. В округе прошли памятные мероприятия. Начало учебного года, благоустройство, общественный транспорт. Эти и другие темы прозвучали на онлайн-встрече главы округа с жителями. Должно проходить в строгом соблюдении всех правил безопасности, охраны жизни и здоровья участников голосования. О проведении общероссийского голосования в округе рассказал председатель Люберецкого избиркома Борис Новиков. Новые автобусы на дорогах Люберец. Более 60 машин пополнили автопарк. И в Наташинском парке запущена скважина, которая восстановит уровень воды в местных прудах. 22 июня 1941 год. Эту трагическую дату знает каждый. Начало кровопролитной и беспощадной войны. В Люберцах на протяжении всего дня проходили памятные мероприятия. Среди них митинг у часовни всех святых, а также возложение цветов воину-освободителю. На фронтах Великой Отечественной воевали более 50 тысяч люберчан. Почти 18 тысяч не вернулись с полей сражений. В память о героях, отдавших жизнь во имя отчизны, в центре города установлена часовня всех святых. Каждый год 22 июня здесь проходит митинг. И этот год, несмотря на пандемию, не стал исключением. Единственное, что поменялось – количество участников митинга. Почтить память жертв войны пришли юно-армейцы, представители Совета ветеранов, депутатского корпуса, а также глава округа Владимир Ужицкий и депутат Московской областной думы Игорь Каханной. После минуты молчания они возложили цветы к алтарю часовни. 22 июня 1941 года мне было два с половиной года. Эта дата, особенно в детском возрасте, очень запоминается на всю жизнь. И сейчас вспоминаешь и просто не веришься, что в таких условиях можно было выжить. Дань памяти павшим героям отдали Людичу. Детство прошло под звуки сирены бомбежек. Представители общественной организации «Дети войны. Память» собрались у Вечного огня. Совместно с депутатом Московской областной думы Дмитрием Дениско они возложили цветы к подножию памятника воину-освободителю. Память о них живет в наших сердцах, в наших умах. Я надеюсь, что она будет жить в сердцах, в умах наших потомок. 1418 дней длилась Великая Отечественная война. Ее победоносное завершение в мае 45-го досталось слишком дорогой ценой – жизнью 27 миллионов человек. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Безопасность, благоустройство, борьба с коронавирусом – эти и другие темы обсуждали на заседании в администрации. Руководители управления ведомств рассказали о проделанной работе за неделю. Встреча прошла в дистанционном режиме. Около двух тысяч обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. По 26 заявлениям возбуждены уголовные дела. 18 преступлений стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам. Погода, конечно, хорошая. Очень много бытовых скандалов на прудах, на речках, во дворах. То есть в ночное время поступают от 80 до 100 выездов. Отсуществляют сотрудники вуческой службы, патрульник встал, то есть с 22 до 6 утра. Вместе с тем сотрудники полиции продолжают нести усиленную службу из-за ситуации с коронавирусом. В режиме нон-стоп трудятся и пожарные. За неделю они осуществили 50 выездов по сигналу тревоги. 25 числа с одним из сотрудников полиции, учитывая избирательная комиссия, будем обеспечивать безопасность проведения голосования. Дезинфекция мест общего пользования в многоквартирных домах продолжается в том же режиме. Ежедневно сотрудники управляющих компаний обрабатывают подъезды хлора и спирта с содержащими растворами. Работу на каждом объекте фиксируют в мобильном приложении, которое контролирует главное управление госжилинспекции. Обрабатываются первые этажи подъездов, полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, панели домоходов, кодовые замки, перила личных маршев и вентиляционные решетки. В лифтах обрабатываются напольные покрытия, панели управления лифтов и в лифтах тоже вентиляционные решетки. Обработка дезинфицирующими средствами проводится также на спортивных и детских игровых площадках. За этой работой следят сотрудники управления благоустройства. Кроме того, в зоне их ответственности – вывоз мусора с несанкционированных свалок, опиловка аварийных деревьев, покос травы и ямочный ремонт на придомовых территориях. За прошедшую неделю управляющими подрядными организациями проводились работы в содержании городских и дворовых территорий. Всего было привлечено 96 единых спецтехники, задействовало 998 человек. Доклады о проведенной работе зачитали также сотрудники управления дорожного хозяйства. На минувшей неделе в городском округе устранили ямы общей площадью 536 квадратных метров. По плану идёт ремонт муниципальных дорог. Глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий ответил на вопросы жителей. Встреча прошла в режиме онлайн. Обращения поступали по прямой телефонной линии и в социальные сети. Наша съёмочная группа наблюдала за диалогом. Очередную встречу с жителями Владимир Ужицкий начал со слов благодарности в адрес медиков, которые на протяжении нескольких месяцев ведут упорную борьбу с коронавирусом. Предпринятая властями меры и работа врачей дала положительные результаты. Городской округ постепенно возвращается к прежнему ритму жизни. С 25 июня возобновляется очный приём в МФЦ в полном объёме. Открываются торговые центры. Разрешается деятельность организаций, оказывающих персональные услуги. С 1 июля разрешается работа спортивных объектов для проведения спортивных мероприятий. Но есть условия, что там не должно быть более 50 человек. Несмотря на частичное послабление, несколько ограничений пока действуют. Закрытыми остаются фудкорты, кинотеатры и аттракционы в парках. Ношение масок и перчаток обязательно. Детские сады по-прежнему работают в режиме дежурных групп. Дата, когда дошкольные учреждения откроются для всех воспитанников, пока неизвестна. У родителей школьников тоже возникают вопросы по поводу начала нового учебного года. Из разных источников идет разная информация, что у нас учебный год будет либо дистанционно, либо в обычном режиме. Подскажите, пожалуйста, как вообще наши детки пойдут учиться? Пока речь идет о том, что учебный год начнется в штатном режиме. То есть мы планируем начать уроки очно, за партой, в школе непосредственно. Если будут какие-то иные указания, будем ориентировать родителей заранее. На встрече обсудили и ряд хозяйственных вопросов. Обращения жителей коснулись благоустройства парков и городских пространств, а также строительства детских садов и школ в новых микрорайонах. Большое количество вопросов связано с работой общественного транспорта. У нас по мере развития городского округа развивается сеть как маршрутов общественного транспорта, так и остановок для такого вида транспорта. И что касается бывшего городского поселения Краскова, также там будет расширяться сеть остановочных поведений. Все обращения, поступившие в ходе онлайн-диалога, зафиксированы и приняты в работу. Некоторые из них глава округа взял под личный контроль. Луиза Игазырян, Петр Пономаренко, Валерия Псалямов, телеканал ЛРТ. Герои в белых халатах по всей стране чествуют медицинских работников. 21 июня они отметили свой профессиональный праздник. Городской округ Люберцы не стал исключением. Врачи, медсестры, младший медицинский персонал принимали поздравления от руководства округа и партии «Единая Россия». Обычно в этот день устраивают большие концерты, куда приглашают все медицинское сообщество. На этот раз пандемия внесла коррективы. Праздник пришел к медикам на работу. Врачи и медсестры ухтомской больницы приняли поздравления от главы округа Владимира Ружицкого. Я вам искренне говорю слова благодарности, самые добрые вам пожелания, здоровья, долголетия и спасибо за то, что вы делаете ежедневно, ежечасно. Нескольких сотрудников больницы отметили знаками отличия. За заслуги перед городским округом Люберцы, за доблестный труд, за усердную службу и благодарю. Врачи и медсестры получили сертификаты на предоставление жилья. Здесь я работаю уже с 2011 года, но подала, конечно, документы, ну, наверное, год назад. Насколько я помню, в январе я принесла документы, вот сегодня уже я как бы получила комнату. Ну, конечно, это счастье. Такой подарок в честь праздника получили 14 медработников городского округа Люберцы. Всего в этом году власти помогли решить квартирный вопрос 23-м медикам. Конечно, мы стремимся быть вам полезными, помогать во всем. Я думаю, у нас где-то это получается. Мы стремимся обеспечить и жильем, мы занимаемся ремонтами, тоже вы замечаете, в этом есть определенная динамика. Песни и слова признательности звучали также на территории первого стационара Люберецкой областной больницы. Лучших представителей профессии отметили наградами Московской областной думы и городского округа Люберцы. 50 лет я отработала в этой больнице, 50 лет. Представляете, это шуток много, я не пожалела. Это 50 лет, но мне кажется, что это было только вчера. Первое наше желание, чтобы мы вернулись к своей основной деятельности, прекратили ковид. Это самое главное, наверное, пожелание. Праздник состоялся и у тех, кто работает на передовой и встречает опасность первыми. Врачи центральной подстанции скорой помощи принимали поздравления, не отходя от рабочего места. Пока звучали слова благодарности, двум бригадам пришлось отправляться в бой, спасать людские жизни. Я очень надеюсь, что мы все станем бережнее относиться к своему здоровью, чтобы машины с этой территории выезжали реже. Теперь квартира близко с работой не мечта, а реальность. Для фельдшера из династии врачей Валерии Кидаловой. Ежедневно она ездила в Люберцы из Тульской области. Нелегко далось во время пандемии, когда в разы возросла нагрузка. И всё это в первый год работы в скорой помощи. Но все трудности, говорит Валерия, ничто на пути перед врачебным долгом. Было очень тяжело, конечно. Работала постоянно в костюмах. По 8-10 часов мы катались в этих костюмах. Общалась с семьей только по телефону, через WhatsApp сына видела, через видеосвязь. Мне нравится спасать людей, оказывать им помощь. Так, чтобы они жили. Жили, чтобы было у людей здоровье, счастье. В этом году День медицинского работника несёт в себе особое значение. Люди в белых халатах оказались на передовой борьбы с опасной инфекцией. Профессиональный праздник – ещё один повод сказать спасибо за благородный и самоотверженный труд. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. В России стартовало всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию. 68 избирательных участков работают в Люберцах. Из-за пандемии процедура волеизъявления проходит в новом формате. Председатель территориальной избирательной комиссии городского округа Люберца Борис Новиков рассказал о правилах голосования. Участники голосования увидят в бюллетене всего один вопрос – вы одобряете изменения в Конституции РФ? Вариантов ответа два – да или нет. Несмотря на то, что сама процедура займёт у каждого человека несколько минут, подготовка к грядущему голосованию масштабная. Прежде всего, позаботились о безопасности здоровья тех, кто посетит участок. Вчероссийское голосование должно проходить в строгом соблюдении всех правил безопасности, охраны жизни и здоровья участников голосования. Поэтому мы голосуем такой длительный период – с 25 июня по 1 июля включительно. С 25 по 30 июня выразить свою волеизъявление можно будет на свежем воздухе. Мобильные пункты разместятся на придомовых территориях рядом с избирательными участками. Узнать все локации и режим работы комиссии можно на сайте администрации округа. 1 июля, это у нас такой основной день, мы все голосуем в участковых комиссиях. С 8 до 20 во двор мы не выходим. Самое главное – взять с собой паспорт. Всё остальное – маску, перчатки, антисептик – дадут на месте. Сразу после завершения голосования члены участковых избирательных комиссий приступят к подсчёту голосов. За прозрачностью и легитимностью будут следить около 400 наблюдателей. Ознакомиться со всей информацией, связанной с проведением общероссийского голосования, можно на сайте конституция2020.рф. Луиза Егязырян, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. До 1 июля жители страны будут посещать избирательные участки, чтобы выразить своё мнение относительно внесения поправок в Конституцию Российской Федерации. Напомню, в округе работает 68 мест для голосования. На одном из них побывала наша съёмочная группа. Избирательный участок 1461 распахнул свои двери ровно в 8 утра. Перед тем, как приступить к основной цели своего визита, каждый голосующий проходит антивирусный ритуал. Измерим температуру. Пожалуйста. 36,5. Спасибо. После измерения температуры голосующий обрабатывает руки и надевает средства индивидуальной защиты. С собой приносить ничего не нужно. На маску, перчатки и одноразовую ручку дают на месте. Пожалуйста, проходите. Прямо. Во втором этапе. Голосование проходит в непривычном формате, но это не повод отказываться от участия в нём, считает житель-люберец Дмитрий Шапошников. Перед тем, как начать рабочий день, он выполнил свой гражданский долг. Одним из первых посетил избирательный участок. Гражданская позиция в наше время крайне важна, поэтому я стараюсь участвовать во всех мероприятиях подобного рода. Под тщательным наблюдением состояние здоровья не только голосующих, но и членов избирательной комиссии. На этом участке пять сотрудников и один наблюдатель. На участке у нас организован отдельный вход, отдельный выход. Потоки голосующих мы, естественно, рассекаем. На каждый час у нас осуществляется проветривание и дезинфекция с убытием всех присутствующих. За исключением одного человека, который наблюдает за избирательной урной. В том, что здесь соблюдаются все требования Роспотребнадзора, лично убедился глава округа Владимир Ружицкий. Совместно с депутатом Московской областной думы Игорем Каханым он ознакомился с работой комиссии. У нас на территории организовано 167 участков. У нас порядка 247 тысяч наших жителей, которые должны проголосовать. Мы надеемся, что основная масса придет на это голосование. У нас есть и лежачие, есть и инвалиды. По их заявке можно будет проголосовать и дома. То есть к ним домой придут и дадут возможность проголосовать, не выходя из квартиры. Несколько часов в день голосование будет проходить во дворах. Это еще один метод избежать распространения инфекции. Ознакомиться с графиком работы мобильных избирательных участков можно на сайте администрации округа. Состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. В дистанционном режиме народные избранники назначили дополнительные выборы по седьмому многомандатному избирательному округу. Это связано с досрочным прекращением полномочий депутатов Михаила Петрунина и Андрея Хромова. 22 депутата единогласно поддержали решение провести дополнительные выборы 13 сентября 2020 года. Также народные избранники рассмотрели и приняли изменения в устав городского округа Люберцы. 63 новых автобуса повышенной комфортности пополнили пассажирский автопарк Люберец. Транспортные средства поступили за счет областного бюджета по решению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Наша съемочная группа одна из первых оценила новые автобусы. Климат-контроль, система навигации, удобные кресла с ремнями безопасности для водителя – мечта, а не автобус. Раньше Юрий Дельдинов управлял таким, когда перевозил туристов по Москве. Последние пять лет мужчина работает водителем общественного транспорта, курсирующего по маршруту 501 в Люберцах. И благодаря поступлению новых автобусов он снова работает в комфортных условиях. Маршрут у нас такой много пассажиров. И такие автобусы как раз нам нужны. Автобусы очень комфортабельные, да, работаешь, вообще не устаешь. Комфортным, безусловно, и пассажирам автобусы разработаны с учетом их пожеланий, изготовлены по спецзаказу правительства Московской области. Они имеют низкий пол, предусмотрены места для перевозки колясок, а также специализированная система входа и выхода. И что самое главное, транспортное средство может вместить более 80 человек. Новая партия автобусов поступила в наше предприятие в количестве 63 автобусов, из которых два автобуса – это ученические автобусы, оборудованные дополнительной кабиной, дополнительным педальным управлением, рулевым управлением. Новые автобусы пришли на смену старым, которые уже отработали свой срок. Вместе с пополнением парк автоколонны насчитывает более 400 единиц транспорта. «Перевозчик наших жителей автоколона по праву считается лучшей на территории городского округа и с точки зрения безопасности, и с точки зрения подвижного состава. А все, что касается автобусов в большей уместимости, у нас других предприятий, кто этим располагает, просто нет». Оценить новые автобусы жители округа могут уже сейчас. Они будут курсировать по самым востребованным среди льготной категории граждан маршрутом – 12, 32, 501, 20 и 352. Луиза Игазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Буррата, моцарелла, строчителла – и все это по итальянским технологиям. В Октябрьском работает производство сыров, которое изготавливает 19 видов этого молочного продукта. В каком режиме сейчас работают сотрудники предприятия, расскажет Луиза Игазарян. Для многих предприятий введение масочно-перчаточного режима стало существенным изменением в привычный уклад рабочего дня. Но для сотрудников сыроварни – это обязательные атрибуты в любое время, независимо от эпидемиологической ситуации. Без соблюдения санитарных норм работа на пищевом производстве невозможна. На нашем производстве ничто не поменялось в виде с новыми требованиями санитарных норм. Единственное, что по просьбе Роспотребнадзора, у нас добавились экраны на сотрудников. В том, что предприятие работает по антивирусным стандартам, лично убедился Владимир Ужицкий. Глава округа осмотрел производство и ознакомился с деятельностью и продукцией компании. В данной сыроварни, в поселке Октябрьский, по качеству абсолютно не уступает каким-то европейским стандартам сыров. Не важно, Италия, Швейцария, потому что здесь все технологии выдержаны. Сырье, качество высочайшего уровня, все это берется из наших ближайших фермерских хозяйств. Во время пандемии предприятие не останавливалось. Напротив, руководство компании за последнее время значительно расширило линейку производства. Кроме итальянских сыров, здесь изготавливают сливочное масло, соусы и паштеты по собственной рецептуре. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается масштабное обновление Наташинского парка. На очереди – восстановление уровня воды в знаменитых прудах. На торжественном запуске скважины, которая должна спасти водоемы от исчезновения, побывала и наша съемочная группа. Этого события люберчане ждали год. Теперь Наташинским прудам, наконец, вернут их былой облик. С помощью глубоководной скважины всего за один месяц уровень воды обещают поднять минимум на полметра. Произведены геологические изыскания, найдены горизонты водоносные для бурения скважины и была выполнена данная скважина, которая будет работать круглогодично, в автоматическом режиме есть возможность работы, чтобы наполнять данные пруды, поддерживать их состояние. Год назад уровень воды упал. На это повлияли изменения в грунтовых водах и близлежащая застройка. Но власти обещают, что сегодняшнее решение проблемы надежное, а главное – долговечное. Я надеюсь, что пруды будут дальше продолжать радовать наших жителей. Это зона отдыха, особенно лето, где есть жаркие дни и наличие воды, водоема. Тем более здесь будет и прокат лодок, и мы здесь организуем такой весь парк для молодежи. И это еще не все обновления, которые получит Наташинский парк в этом году. Совсем скоро люберчане смогут прокатиться на колесе и обозрение высотой в 14-этажный дом. Его строительство обещают завершить в конце июля. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Утренней зарядкой люберчане отметили День здорового образа жизни Подмосковья. Праздничный флешмоб провели в Центральном парке. Зарядка на свежем воздухе. Кажется, это то, что нам так давно было надо. Флешмоб за здоровый образ жизни стал первым спортивным событием после затянувшихся ограничений. Праздник собрал люберчан всех возрастов. В здоровом теле здоровый дух. И это реально оправдано по жизни. Потому что при занятии спортом поднимается тонус организма. Что такое тонус? Тонус – это иммунитет в том числе, который позволяет в нынешних реалиях, это очень даже актуально, противостоять любым инфекциям. Флешмоб в Центральном парке провели в честь Дня здорового образа жизни Подмосковья. Главные участники праздника – 30 юных спортсменов из Федерации чирлидинга и чирспорта России. Заряжала энергией спорта активных люберчан. Мастер спорта международного класса Рима Артемова. Очень важно вести здоровый образ жизни, потому что сейчас наше поколение должно оздоровляться, должно правильно питание обязательно, чтобы у ребят было. Ребята могут становиться более профессиональными спортсменами. И очень важно начинать именно в возрасте с 4 лет, чтобы потом в будущем стать профессиональным спортсменом. К масштабному физкульт-празднику присоединился глава округа. Вместе с однопартийцами «Единой России» он поучаствовал в веселой зарядке. Все, кто занимается спортом, особенно на природе, они укрепляют здоровье, укрепляют иммунитет. Поэтому я вам пожелаю здоровья и крепкого иммунитета. Ребята, люберцы – территория спорта. Округ по праву носит это звание. 110 тысяч жителей официально занимаются в спортивных секциях. А это каждый третий люберчанин. Анна Троян, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова